Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп Салют Салют СПБ Украина салют Дальше чемпионат мира, не, не смотрю Фитов что не слышно? Да есть, уходил же фит на альбоме у Лехи Глаза к небу Я еще тогда проснулся недавно на самом деле Угли с луком, ну такое, короче Угли с луком, как обычные угли, короче, сейчас будет развод Бразилица, не бразилица в Москве, бразилица, почему никуда он не уезжал? А почему он должен был уехать вообще? Нет, москвен Передай привет ЕНК Я не знаю, что ЕНК, но привет Фитонил бы с моряку, ну да, можно было бы Казахстану тоже салам Казахстан, кстати, выручает Казахстан 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 Кто не слушал, послушайте Вид на жизнь 10 треков 10 треков Наших совместных Кто не слышал, короче Советую послушать Кто слышал, можете делиться впечатлениями В Ялте хату давно продал Но как давно еще, до начала Днепр, салют Харьков, салют Казахстан, салют Голоруссия, салют Барселона, салют Бразилец, патриот Ну да, наверное Бразилец, да, в Бразилии Барбитурный Я не знаю, что-то, короче, давно не слышал, что там Барбитурный Не могу сказать, что Барбитурный Но что-то делает Короче, последний раз мы общались Когда Когда новичок Альбом выходил год назад Там больше год назад В 21 году, когда там трек делали Какой трек-то, какой-то трек Ну, какой-то, блин, с нормальным трек-то Короче, на новичке у нас есть фит с Максом Вот тогда мы последний раз с ним общались Что ты думаешь по предъяве Бузовой Моргену? А я, честно говоря, не знаю, что она там предъявила Я видел, она там какие-то песни пела Забавная Я думаю, что проплаченная стопудовая серия Что-то там ты выбрал релокацию Что-то там Какая-то хуйня, короче Бля, она Бузова Что можно ожидать от Бузовой, как бы Я не знаю, что она там предъявляла Моргенштерну, честно Я не в курсе вообще Но, короче Я не воспринимаю всерьез вообще Бузову Со Словецким не знаю Но пока нет в планах С кем-то сконнектится из Украины А у меня же был это Есть трэп-артист из Украины Это 044 Роуз Из Киева же У нас же были треки Трек, точнее, один Я ему куплетный альбом сделал Вот, поэтому Поэтому вот так Да, крашу ресницы Думал, тоже впишешься в тёрки фирма Нет, не вписался я Ну, типа, там, своя движуха у пацанов Чё, чё, должен-то вписываться вообще С бразильцем не очень парень Как будто с 2006 года Бля, ну, как бы Ро, рыночные отношения же Как бы они всю дорогу делали Такой, как бы, андеграунд рэп И Такой вообще рэп Он же есть Современный Я говорю, всякие там Не знаю Алхимисты Гризилды Ну, куча такого рэпа Как бы Ты не знаешь, что это С 2006 года Есть более классический звук Есть более современный звук Я бы не сказал, что Бразильец Прямо с 2006 года Есть примеры другие Про которые Кого можно так сказать Ну, ну, типа Они просто делают Вот, вот Как бы То, что они делали Там Десять лет назад В принципе То же самое они делают Но Это, в этом их фишка Но Если кому-то не понравилось Ничего страшного Есть сольные альбомы Мои есть У рынка альбомы Вы можете их слушать Russian Sur С чемоданом Альбом Мне кажется Не знаю Трек какой-нибудь Может и можно было Прям альбом Все-таки Разный немножко Разный рэп Вот так вообще Можно что-то было бы Наверное, сообразить Вид на жительство Russian Sur Вообще Охуенный трек Russian Sur Кстати Почему-то Ну, не почему-то Это самый Прослушиваемый трек Бэнгу Так что Тоже салют С этого альбома Это самая Прослушиваемая Композиция Есть планы Да, есть планы Ты патриот Или Я только Казал Блядь Это я всем салют Передаю Почему только Всем салют Всем городам Я не могу Всех перечислить Мигас Ну, жалко чувака Что убили Этого Тайкофа Конечно Тайкофа Да, вальнули Вальнули Пацана Ни за что Ни про что В кости Что-то они там Не поделили Ну, я не знаю Они негры У негров Что, у них Другой расклад А негры Они как бы Более такие В этом плане Гейнгст и щит Ну, то есть Им как бы Убить человека Ну, типа Нормальное дерьмо Ничего страшного Ну, не всем Опять же Но Как бы Какой-то части С Гуфом Да, общаемся Концерт Да В Москве Будет Но я не знаю Пока Когда Вопрос Ребром С Гуфом Я не смотрел Картина Кстати, не знаю Она тут висела Я не думаю Что она очень дорогая Мне кажется Там какой-то Медведь На картине Изображен Чисто Какой-то Медведь На хуй Это в треке Место Про муравьев Тему Толкнула Из-за Что за Такие муравьи Про каких Муравьев Как мне Фирма Ну я целиком Не слышал Этот Ну типа Эпи Ну клип Нормальный Трек Там что-то Ози Ну нормальный Единственное Скажется Что наверное Что-то хотели Более народ Такое Как там Типа Как раньше А это такое Все уже Ну другое Не понастальгируешь Ну наверное Может это и Хорошо Не знаю Ну я только Не понял Причем там Ози Этот Вообще Ози Осборн Как он Отношение Имеет Вообще А так Молодцы Чуваки Чуть Делают Делают Дело Для музыки 512 ГБ Че-то Не помню Вопрос 612 612 Канаду Не знаю Да Киев Просят Эфир Я вижу Но я не могу Я нажимаю Короче На этот Эксепт И почему-то Не коннектит Ни с кем Прямой Эфир Я уже Человек 5-6 Нажимал На эту Штучку И почему-то Не выходит Ничего В прямой Эфир Я не знаю Почему С Витя Акай Уже Отвисал Что я Написал Куплет Для него Это Слишком Жестко Оказалось Причем Он сам Мне Предложил Типа Запиши Мне Куплет На Альбом Я Ну Ладно Кит Написал Куплет Он Говорю Бля Ну Чуть Более Может Это Позитивно Вернее Витя Сам Присыл Так Если бы Я бы Говорил О войне С Украины Тут Не поехал Боевать Не думаю Ну А потом Например На последнем Альбоме Есть Трек Девять Жизни Не Девять Жизни И там По-моему Все Впредельно Ясно Сказано Я говорю Все Кто Следит Там За Творчеством За Читой Соцсетями Какими-то Рассказываниями Всем Все Впредельно Ясно Из СПМ Стрелял Да вот Обычно Электронная Короче Шляпа Это Не Какой-то Там Не Сибиди Даже Просто Забыше Творные Сигареты Король Жив Бля Без Понятия Пацаны Не знаю Что там Снимашел Хенд Нашел Все Германии Птаха Мне тут Писал Недавно Что там Искал Типа Проекты Которых У меня Не Был Ну Проекты В смысле Это Дефтотреп Старых Сколько Можно Игнорить Ну Че Вот Я Тебя Увидел Окей Че Вот Хотя С Митей Не Виделся По слову Отрицательно Отношусь Миша Крупин Осозвал Послал Нахуй Всю Ну Окей Ладно Почему Когда приезжал В Москву Там Что-то Как бы Делать Не Понятно Ну Ладно На самом деле В России Есть Люди Которые Которые Здравый Взгляд На На То Что Происходит И Посылать Всех Нахуй Не Знаю Вата Есть Везде Есть Ватники Есть Вышиватники На той же Украине Поэтому Которые Считают Что Все Прямо Кончены В России И так Далее Но Это Не Так Среди Русских Есть И Среди Украинцев Нормально Есть Люди Кому Башку Запудрили Нет Большого Ума Наверное Да Димон Ставался Центр Но Там Вроде Это Без меня Справились С этим Вопросом Что Я Там Прежде Расскажу На Вопрос Реброн Там Там Женого Что То Такие Тайны Расследования Интриги Отличая Людей Охуенно Не Знаю Мне Уже Как То Не Особ Нравится И Кру По-другому Сделал Ну Я Б Ее Там Просто Дополнил Треками Вот Я Наверное Это Умел В Гусле Писал Куплет Илёщи Не Я Кстати Не Писал В Гусле Куплет Илёщи Там Есть Припевы Мои Какие-то В основном Мои Припевы А Не Куплет Он Сам Семь 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 Колонки Не Купил Надо Купить Посоветуйте Кстати Какие-то Колонки Нормальные Только Небольшие Потому Что Большие Не Хочется Места Занимать Маленькие Колонки Ну Не Маленькие Ну Типа Не На Пол Комнаты Почему Нормальные Рэперы Записываются Хуй Знает С лохами У вас Ответ Тоже В Твиче Надо Стримы Делать Мне Кстати Может Быть Да В Твиче Предлагали Там В казино Поиграть В Твиче В Твиче В казино Поиграть Как Вам Такая Идея Как Это Называется Покази Показяка Что Что Это Такое Короче Сидишь В Твиче Просто Стрим Что Ты В Казино И И Обстановка Штатов Чувствуется Что Это Происходит Или Всем Плохо Да Всем Плохо На Сам Деле Ну То То Как Б Ну Понятно Что Выход Из России Не Всем Плохо Хотя Здесь Очень Много Я Почему Встречаю Любителей Путина И Так Далее Я Не Понятно Почему Они Не В И А так В целом К рядовым Американцам Вообще То есть Как бы Они Даже Много Вообще Не в курсе Все Этой Хернии Ну И К Рос Нем Вообще Нормальное Отношение Ни разу Такого Не было Что Что Кто Сказал Типа Из России Типа У вас Не будем Обслуживать Или Что Так Все Вообще Такого Нет Вообще Среднестатистический Американец Максимально Дистанцирован От Вот Этой Все Истории Что Там В России Что В Украине Их Волнует Исключительно Жизнь Внутри Их Страны Они Совершенно Не лезут Куда Куда За Эти Пределы Хотя Конечно Пропаганда В России Говорит Об Обратном Что Америка Хочет Захватить Россию Там Очень Озабочена Всю Эту Тему Нет Это Не так Ну Я Говорю Про Типа Простых Американцев Раньше Минуса И биты Пиздатые Были А сейчас Типа Не Пиздатые Для Футбол Нет Кстати Надо Посмотреть Не Смотрю С Киев С Тонером Ну Типа Я С Нем Виделся Вообще В Жизни С Киев С Тонером Один Раз Ну Так Жил Кстати Тоже В Майами Три Года Назад Типа Привет Как дела Надолго Здесь Ненадолго Ну И все То Я Никогда Не Обсуждали Никакие Треки Совместные Еще Чего Вид Из Окна Ну Как Там Типа Как То Как К К Нормально Отношусь 25 17 Нормально Тоже Вот Просто Я Не Очень Люблю Когда Ну Типа Творчество Очень Такое Прямо Ну Все Вот Хочется Если Затрагивать Какие-то Такие Темы То Делать Это Интересно А Не Просто Написать Простой Куплет Что Все Пиздец Вы Там Не Знаю Гандоны Что Такое Мне Вообще Никогда Не Было Интересно В Плане Текстов Что Такое Все Однобоко Прямолинейное И Супер Простое Хотя Это Чем Проще Тем Лучше Не Ниссане Айслос Но Рядом Саня Айслос Авентура Район Это В принципе Машин Пять Минут Госли Три Но Не Думали Про Госли Три Зачем Что Задумали И Все Забыли Об Это Моем По Работе Или В Отпуск Да Наверное И то И другое На Сане Айслос Я Кстати Жил Три Года Назад Бостон Да Кстати Надо Бостон В Бостоне Давно Не Был Надо В Бостон Заехать С Концертом Трек Никогда Но Уже Супер С Лату 33 По Моему Да Был я В США Конечно Был Я Много Раз Был В США И Выступал В США И Был В США И Не Первый Раз Здесь Долго Было До Этого Пересадка Да нет Просто Подстригся И так Коротко Камчатка Салют Сколько Укропов Ну а че Ну как бы Мы в Украине Всегда Слушали Нормально Ну в частности Вот мои Треки И до Спор Слушают Хотя Там Вроде Как Запретили Что-то Там Музыку На Русском Там То есть Это Десят Но По Цифрам Там Все То же Самое Также Стримится Слушается И Это Хорошо Респект Сем Кто На Связи И В России И Украине Так Что Это Запрещай Не Запрещай Короче В любом Случае Невозможно Запретить Людям Слушать То Что Они Хотят Слушать Но В Современном мире Можно Выпустить Закон Там Какое Что Типа Музыка На Русском Не Может Проигрываться Но В любом Случа Человек И Захочет Послушать Это В Машине Либо В Плеере Не Не Знаю Да Что То Все Глупо Конечно В Машине В Машине В Машине Ну Владивосток, блин, далеко летит до вас, Ребзи, 10 часов, пока не знаю, Владивосток, да, давно не был, кстати, в Владивостоке. Почему говно-рэпер в топе? Ну это же тоже дело вкуса, для кого-то это говно, для кого-то нет. Я вот, например, не могу тоже слушать все время какой-то старый музон, типа, слушаю разные и современные, даже больше все-таки то, что сейчас выходит новое, чем включить House of Pain, там, 93-го года сидеть, там, слушать прям вот House of Pain, целый альбом, там, все могу какие-то треки отдельные там послушать, но не так, что там сидите, переться, там, по старому рэпу, который был тогда. У меня день, да, у меня, короче, сейчас, сколько сейчас, час дня, что ли, что такое, или два часа дня. С Москвой разница 8 часов. Скажи, какую страну рассматривать для переезда? Ну, я вот, если бы рассматривал, то точно будет теплее, чем в России, потому что основной, наверное, момент, это все-таки, конечно, погода, солнце, то есть, когда у тебя нету солнца полгода, даже больше, наверное, месяцев в 7, вот, но это тяжело, то есть, от этого настроения хуже, ты там, в каком-то депресснике, и вот это, прежде всего, там, власть, там, все это, вот, это Путин, не Путин, это уже другая история, а вот, ну, вот, погода, ну, то есть, когда у тебя хорошая погода, у тебя, как бы, условия жизни сразу лучше вообще. Поэтому, если рассматривать, куда переезжать, мне кажется, прежде всего, туда, где теплее, для начала, уже потом, там, надо смотреть на все остальное, там, вообще, уровень жизни в стране, можешь ли ты там зарабатывать, ну, короче, и так далее, 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 и так далее. Любимая видеоядра, ну, одну сложно назвать, не знаю, ну, кого выдаюте, пусть будет кого выдаюте. Гуфу повестку, нет, не давали. Нет, не я. Ну, вот, кстати, много людей из Украины, и нормально, то есть, будем народ все-таки слушать, на связи, и, как бы, врубается. А не как лишь у Крупин. Помахался бы с кем-нибудь из рэперов, но за какие-то нереальные бабки, наверное, может быть, и помахался бы. Ну, это за, не знаю, очень дорого бы стоило организаторам, я думаю, что никто бы столько не заплатил бы, чтобы я там вышел с кем-то махаться. Не знаю, я считаю, что, наверное, все-таки каждый должен своим делом заниматься. Если ты спортсмен, и у тебя есть к этому какие-то способности, то окей, если ты этим живешь. Но все равно, что спортсмена заставить, не знаю, вытащить из клетки и сказать, иди, запиши рэп-альбом. Ну, это же, это будет такая же история, как рэпер пойдет, ну, типа, там, выступать в ММА в каком-то. Ну, это чисто мое мнение. Ну, это как шоу, наверное, кому-то интересно. Ну, это такая клубная все-таки больше. Ну, это, ну, не смотрится, как какой-то спорт, как, не знаю. Это просто... Ну, в общем, вы поняли. Ваня Ленин, на Холодно, там, есть какие-то тексты, штуки четыре, по-моему, на альбоме Холодно, которые... Ну, есть он мне присылал, короче, я там что-то переделывал. Есть, где сильно переделывал, не сильно, ну, были там какие-то, да, треки. Ну, ничего в этом страшного нет. Вообще, в гаус-трайтинге, я считаю, ничего вообще такого криминального нет. Это абсолютно нормальная практика. У меня, конечно, в основном там... Ну, то есть, у меня нету таких... Нет такого человека, который написал бы мне текст, я бы взял бы и пошел, прочитал. К сожалению, вот был бы такой человек, я бы, может, и пользовался услугой, там, какого-то гаус-трайтера. Но такого нет, если я понимаю, что если я сам напишу, это все равно будет лучше. Были какие-то фиты, где я говорил, ну, типа, присылайте, допустим, там, какой-то куплет, я его переделываю, там, под себя. Там сидишь, переделываешь, и в итоге получается, это все равно уже больше твой текст, чем того, кто это писал. Ну, типа, так проще, если не хочешь заморачиваться, там, для какого-то фита, вроде есть что-то, уже что можно переделывать. Я вообще к гаус-трайтеру нормально отношусь, они считают, там, зашкваром, еще что-то. Но я так, у меня нет такого человека, который может в нем писать текст, я такой, о, круто, все. Короче, я пошел на данный момент, когда такого не было еще, поэтому. Поэтому приходится ломать голову. Чего за граница? О чем мне не быть за границей? Почему я не могу быть за границей? Чего за границей, блядь, а что он должен быть в России? Типа, вот сейчас, почему я должен сидеть в России? Если хотел, поехал за границей, если хотел, вернулся в Россию, блядь, что вас это так ебет, я не понимаю. Вот если поре не слышишь, ну, чего? Happy Meals офигенный трек, да, мне тоже нравится. Как-то Меганыч, не знаю, что такое Меганыч. Баттл не смотрю. Штатов все на Чиле, не особо их вообще не в курсе, что происходит, они как-то не особо интересуются, но, как я вижу, не знаю, что я ошибаюсь. Часто мое наблюдение. Тату на ладони, на иврите, а коль бисадр, типа все будет хорошо. Тогда память об Израиле. Ладно, лучше улететь из России или все нормально будет. Ну, не знаю, идет война, люди гибнут, умирают, поэтому умирать тоже как-то одно дело, когда ты, на тебя там напали, да, то есть ты ощущаешь там свою территорию. Тут немножко другая ситуация. Не знаю, каждый, наверное, должен сам для себя это выбирать. Но есть опасность просто поехать на войну и умереть. Ну, к сожалению, я вообще вот не думал, что так такое может быть вообще в принципе. Не обидно ли мне за комментарии? Да нет, не обидно. В смысле, о чем не важно, что это обидно. Сколько людей, сколько людей, столько мнений. В России большинство конченых нормальных может один процент. А как ты это посчитал? Вот интересно, что в России вот именно один процент нормальных, а остальные все ненормальные. Как это вот твое исследование? Твой вывод, на чем он вообще основан? Интересно. Десять лет назад Дадыр слушала Слима. Норм, 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 че. Один, девять, девять, шесть. Альбом, где смойки, Слайск, меня не слушал, не включал. Люблю икру больше черную. Да, вопрос с ребром просто пиздец. Что я не вижу, не так, кто-то так вот. Так вас волнует вопрос ребром прямо? Когда дождь, не знаю, пока это че-то непонятно. Стримы на Ютубе, кстати, надо делать стримы на Ютубе? Я еще давно не делал. А еще народ иногда спрашивает про стримы на Ютубе, что делать, не делать, я не знаю. Можно сделать. Можно сделать. Ну, если надо. Так, какой че там может быть случай с центра по городам? Ну, это долго рассказывали. Там много было каких-то случаев таких. Интересных. Все, относишься хреново, да закрытый рот. Ну, давай я сам буду разбираться, закрыть мне рот или не закрыть рот. Ты иди там, расскажи своим друзьям лучше, закрыть им рот или открыть рот. Давай ты мне не будешь рассказывать. Ты американец? Нет, я не американец. Отменили концерт. Ну, перенесли, да, на следующий год. Я же говорил, почему. Я во Флориде. Я во Флориде. Ростов-на-Дону салют. Я, кстати, был у вас недавно. Борода я не отращиваю, потому что она, ну, типа, чесаться начинает. Хочет, что-то вечное. Начинает. Такая херня. Поэтому я не отращиваю бороду. Сейчас на Найках. На Крокодиле, и на Крокодиле. И полу-то же дёд, блин. Футбол смотреть рано. Групповой этап. Битвы, матчи с говном. Ну, кстати, вот правильно. Наверное, я буду смотреть уже, когда будут такие там поселить. Отсеяться вот это всё там. Потому что слабое. Вот. И уже надо будет смотреть там, типа, четверть финала, полуфинала. Такое. Нет, дурь я не продавал. Скучаешь, понятно, по Кики Бич. Да ну, не сказал бы, что я прям себе скучаюсь, честно. От силовиков предъявы за треки бы не было. Когда возвращаться? Ну, пока здесь, в любом случае, зимовать я хочу тут точно. Не люблю я зиму, блядь. Муравей, как я считаю, на муравей, да, нормально делать. Мне, в принципе, нравится, в чём делать. Ну, он и биты делает, вообще, молодец такой, разносторонний. Можете там успеть и прочитать. Да, совместно с Future будем. В следующем месяце выпустим. Я думаю, EP сразу с Future. Ну, треков там, 6-7. Я и Future. Я и Future. Ахмад Силы, блядь. С Моргеном, не, кстати, не общался никогда вообще, с ним не пересекался даже. Гусли означает гуфслим. Обратно поедешь в Россию? Ну, вообще, это планировали. Типа, чтобы всё это больше никогда в Россию не приедут. Нет. Чё? Я не пересекался. Чё ещё, какие вопросы есть, задавайте. Надо, короче, ехать по делам. Ехать по делам. Пиво. Мне, кстати, нравится вот эта модель. Модела. Здесь она вот в банках подаётся. Что-то в России нету пива в банках 0,33. Не понимаю, почему очень удобно. Это маленькая баночка или бутылочка. Прикольно. Ну, такое какое-нибудь лёгкое. Я не люблю, когда такое пиво, типа, сильно горькое. Не фильтрованное, что-то тоже тяжеловато. Сын нормально относится к переёзу. В школу пошёл. Скучаю ли я по Москве? Ну, я не так давно оттуда уехал, так что пока я, в общем-то, не скучаю. Как тебе альбом? Ну, я не слушал альбом «Фирма», честно. Наверное, нормально должно быть. Будет ли ещё мобилизация? Ну, я думаю, что будет, конечно. Конечно, будет. Ну, народ же гибнет, там, соответственно, нужны новые какие-то ресурсы человеческие. Фронт большой. Конечно, будет мобилизация. Не, ну, хорошо, если не будет всё-то закончиться, но мне кажется, что будет. Пока будет эта война идти, соответственно, будет мобилизация. Фирма «Провал» полный. Не, ну, как бы фирма «Провал», я не знаю, почему полный «Провал». То есть, я вот видел, «Ози» трек «Клик» нельзя сказать, что это там «Провал». Вот, может быть, кто-то что-то другое ожидал, конечно, но мне бы не стало, что это там «Провал». Но, опять же, дело вкуса. Наверное, кто-то хотел более такое, типа, как раньше, типа, вот они там собрались, «Баска» с «Буффом», типа. Наверное, они запишут, что ты в другом стиле. Короче, я не знаю, не могу сказать. Может, они хотят делать новое. Может, они ничего не хотят. Надо у них спрашивать. Да, я недавно проснулся. «Братику Перевалова с днем рождения». Полный чаш. Будет еще, нападок будет очень круто. Наверное, будет, да. Но это же я, типа, на стриме написал. Делался стрим и писался этот куплет вместе с участниками стрима. Ну, первый куплет, а второй я уже сам написал. Надо, наверное, как-нибудь еще так попробовать. Очень интересный такой экспириенс. Такая, люди накидывают строчки тоже. Принимают участие в создании. Последний альбом, но что-то слышал. До этого нормально. Ну, короче, положительно. Ничего плохого не надо сказать. Российскую музыку запретили в общественных местах, и это не глупо. Ну, а почему не глупо? Типа, что это изменит? Просто как это... На что это повлияет, и что это изменит, что запретили российскую музыку в Украине? Из-за этого кто-то воевать лучше станет, или хуже, или... Это поможет как-то закончить войну, вот, запрет русской музыки. Почему это не глупо? Я просто думаю, что можно было совершенно спокойно без этого обойтись, это ничего не дает. Выглядит это... Я думаю, что это не самое умное решение. Это никак не влияет на какие-то мои там прослушивания, потому что в любом случае у меня же, ну, не поп-мозокает, кто-то слушает меня в Украине, они там слушают меня там в клейере и говорят, ну, где-то там. У меня в любом случае в Украине не крутили по радио никогда там из-за клипа, наверное, там канал был М1, что-то там крутили какие-то клипа давно, но это тоже на что не влияет, что теперь их там не будут крутить, в общем-то. Может, для каких-то поп-артистов это как-то... И то я не думаю, что это сильно как-то меняет ситуацию, поэтому я просто не вижу никакого смысла в этом решении. Более, если люди привыкли слушать русскую музыку, она им нравится. Ну, запретили, ну и что дальше? Все равно они ее будут слушать, если хотят. Ну, какую-то. Понятно, что там песни про то, что там Z мы всех порвем, будем выжигать и так далее. Ну, пропагандистская всякая такая дерьмишка и так далее. Ну, наверное, может, его и надо было запрещать. А просто обычные треки на русском не хуй знает. Больше похоже на какой-то популизм просто. и так делать концерты в России потерял аудиторию в России. Вообще, должен я был потерять, я не понимаю. Почему я должен был потерять аудиторию в России? Ну, знаете, вообще, странные, конечно, вопросы у людей иногда. Ладно, короче. надо заканчивать. Оставайтесь на связи, не болейте. Ну, в России вообще очень много людей, которые не не хотят так углубляться ни в какие вопросы, к сожалению. То есть, у них вот что сказали, вас там всех нагнут условно, да? Грубо говоря, простыми словами. Вот, то есть, они себе вот такую модель приняли, то есть, ну, неохота лезть, куда-то что-то смотреть, какие-то факты, чем-то разбираться, тем более, как бы, ставить какой-то VPN, да, то есть, лезть на какие-то другие сайты. Это же время, на это надо потратить время, это легче думать вот так, как тебе сказали, и вот они так думают, действительно, таких людей много, и с этим ничего не поделаешь. Наверное, поэтому, не знаю, что почему. Все, ладно, короче, на связи. Бля, как это выключить, это тени все? Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп. Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп. Давай придумаем рэп, просто придумаем рэп.